Не ждите меня на работе На туре, на туре, на туре, смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе, на лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю, вообще погоду любую Меня вы отыщете тут же, гоняющий круглый полуше На туре, на туре, на туре, я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре, смотрите все это в натуре Чуть попозже, начнем мы с субботних матчей В субботу состоялись матчи сборной запада, молодежная И основная сборная принимали у себя игроков в команду с юго-запада Наши ребята, и основные, и молодые, так скажем, уверенно Переиграли своих оппонентов, и теперь наша таблица принимает божеский вид Элис, ну вот скажи просто, ты довольна этими результатами? Безусловно, я безусловно довольна нашей молодежкой Которая как никогда все-таки близка к финалу четырех Я думаю, что в этом году все-таки наша сборная как никогда Может добиться чемпионства, ты согласен со мной? Я согласен, и ты знаешь, обычно не говорят слух о том, что наша сборная должна выйти Ну вообще из суеверия, да, вот какие-то результаты, которые возможные, да, положительные Обычно как-то где-то вскрывают в себе Поэтому я тоже так немножечко отмалчиваюсь, но я очень переживаю за сборную, за молодежную Для меня она вообще стоит на самом деле особняком, потому что сам я очень долго и долго, и ты наверное помнишь, да, как я играл за эту сборную Но, к сожалению, именно сборная Запада, молодежная, она мне не покорилась Три года подряд я играл в финале, три раза я вел во втором тайме еще в два мяча и три раза проигрывал по пенальте Вот тебе смешно, а я плакал, между прочим, после каждого матча А может быть, в тебе была проблема? Ну, может быть, вот, кстати, подберезки не забил один из них, который сейчас играет в Краснодаре Ну, видишь, значит, может быть, подберезки не проблема Ну, и наконец-то, тренера нашей сборной, молодежной сборной, Максим Сергеевич Ковальчук и Анатолий Медведюк Ведут нашу сборную к долгожданному финалу четырех Я очень-очень жду, и вот я так немножко затаив дыхание, минимум слов, но в душе все-таки надеюсь, что, не дай Бог, не сглазить Наша молодежь, она попала, ну, конечно, с таким бомбардиром, как Сергей Кутузов, наверное, это не мудрено И все-таки вот с этим человеком, это тот человек, который должен повезти Как ты думаешь, капитанскую повязку не зря ли ему отдали? Я думаю, что, безусловно, не зря, потому что Кутузов сейчас, наверное, лидер команды, безусловно Тьфу, тьфу, чтобы все было прекрасно, потому что Сергей, он обладает качеством травмироваться Я очень верю в то, что он доведет нашу команду, ну, хотя бы на медали, это уже для нас будет прекрасным результатом Ты как считаешь? Ну, я уже сказал, я пока не буду громких заявлений Я надеюсь, давай для начала так, в финал четырех, попадаем в финал четырех попасть А там уже будем, представьте, что называется, отпечки Лиз, скажи, пожалуйста, кто самый симпатичный футболист молодежной сборной Запада? Я не могу тебе сказать, конечно Почему? Ты не видела футболистов? Конечно, я видела футболистов, у нас все футболисты прекрасные Но в целом у нас и по игре все футболисты прекрасные Гораздо интереснее, наверное, чем футболисты того же Юго-Запада по игре были И Евгений Севастьянов, и тот же Кутузов Все они симпатичные, что ты меня спрашиваешь, такие вопросы Ну, на самом деле, потери Юго-Запада, они в этом сезоне, они были очень большими Кстати говоря, такое некое противстание дерби нашей молодежи с Юго-Западом было Помимо того, что Юго-Запад это полфиналист И участник финала четырех прошлогоднего турнира Который, кстати, проходил здесь, на Сятунь-парке Анатолий Медведюк тренировал тогда Юго-Запад И из команды дошел до достаточно высокой стадии Это можно признать успехом Сейчас он помогает Ковальчику здесь, на Западе Так вот, большинство, костяк той Юго-Западной сборной Составляли футболисты Юго-Западной команды Реальчики Которые перебрались, собственно говоря, в Портер И сейчас уже именно Портер вставляет костяк сборной Запада Как ты думаешь, не хватало ли Антошкина на этой игре? И вообще, будет ли нам его не хватать на финале четырех? Если мы туда выйдем Главное, чтобы мы, я имею в виду Запад, сборной и Портера не хватало Антошкина Потому что Антошкину сейчас приходится не сладко Насколько известно, человек служит в армии и защищает просторы нашей Родины Ну, с таким, наверное, футболистом быстробегающим, да, резким Наверное, наши границы можно спать спокойно Но ты видишь, что все-таки Антошкин тебе запомнился, да? Если уже сколько его нет, ты все помнишь Конечно, я видела его в игре И, безусловно, мне кажется, Портеру сейчас Портера в первую очередь его не хватает Я думаю, что Максим Ковальчук очень по нему скучает И как по игроку, и как по человеку Что вообще скажешь по игре по противостоянию Юго-Запада и Запада? Ну, я бы назвал это победу волевой Потому что все-таки наши ребята проигрывали Но затем взяли все в свои руки И забили, уверенно, пять мячей Давайте посмотрим на то, как наша сборная действует Это молодежная сборная Это прообраз по модели, по тактической схеме Прообраз основной сборной Чтобы в дальнейшем футболисты, которые перерастают по возрасту молодежку Они перебирались в старшую сборную Да, это процесс достаточно сложный Но тем не менее, футболисты должны понимать По какой схеме играет сборная И молодежные основные все-таки играют по одной схеме Ну вот, по сути, как это еще называют Это не только тактика сборной Запада Ну и тактика, так скажем, Барса То есть где-то, похоже, Дмитрий Смирнов Он использует всю схему Соответственно, Максим Квальчук играл по такой схеме очень-очень давно Ну и сборной Запада Молодежки, собственно, ничего и у нас не поменялось Скажи, вот были в этот раз привлечены футболисты из первой лиги из Титана Как ты к этому относишь? Что все-таки не только премьер-лигой представлены Запад? Ну, на моей памяти, на самом деле, достаточно много было примеров Когда не только в молодежной сборной представляли футболисты высшей лиги Там премьер-лиги нет И я когда еще играл, люди из третьей лиги были неплохие Ну, может быть, как раз, вот я и хотела тебя спросить Может быть, стоит посмотреть вторую, третью лигу, тоже там какие-то самородки? Ну, я думаю, что в любом случае тренерский штаб у нас большой Они в курсе тех таких бриллиантов, так скажем, основных Которые вот лежат на поверхности Я думаю, что тренера знают прекрасно И мне кажется, что они в курсе Ну, в любом случае, ЛФЛ это такая, на Западе такая большая семья Что в любом случае, слушок где-то хороший молодой футболист, симпатичный лист Он где-то, может быть, и играет, и бегает на просторах ЛФЛ Ну, и ты, кстати, как фотокорреспондент тоже можешь где-то кого-то запечатлеть Ну, мне в целом очень понравилась, на самом деле, обстановка на игре Потому что даже несмотря на то, что ее сборная Юго-Запада проиграла Они все были очень положительно настроены И я не могу сказать, что, ну, может быть, конечно, да, они расстроились Но очень добродушная атмосфера была Все обнимались, все дружат между собой И поэтому никакого негативного настроя не было Ну, это и замечательно, и такой настрой надо сохранить на оставшиеся два тура Пять-два Уверенная победа молодежной сборной Запада Дубль на счету Кутузова, который и забивал самые важные голы И второе место в турнирной таблице Который позволяет выйти еще, возможно, из первого места Поэтому еще раз поздравляю Максима Кольчука и его подопечных Ну, и давайте перейдем к основной сборной Здесь все гораздо проще Основная сборная Постоянный участник Финал четырех Поэтому Единственное, что, наверное, я бы отметил Что к четвертому туру уже наши ребята И я в том числе, да, решили вопрос о выходе из группы В дальнейшем все-таки психологически будет полегче немножко играть Можно уже нарабатывать Где-то проверить, может быть, новичков Где-то уже, ну, все-таки наработать какие-то тактические схемы Не оглядываясь на результат Но в этом году не можешь ли ты сказать, что сборная Запада как никогда сильна? Ну, сборная Запада всегда как никогда сильна Насколько известно, что Роман Широков может появиться в этой сборной И на этой игре он тоже должен был присутствовать Но вот все-таки, насколько известно, он учится на тренера И у него какие-то там были экзамены Вот, Лиза, ты ждешь Романа Широкова в сборной? Конечно, я, безусловно, жду Романа Широкова не только в сборной Запада Что ты с ним будешь делать? Фотографировать я его буду Нет, ну, безусловно, я его жду не только в сборной Запада, но и в сборной России Потому что игроки такого уровня должны приходить в наши команды И все-таки должна быть такая преемственность от профессионального спорта к любительскому Так как он может много чему научить, не только, может быть, в спортивном плане Но и как вести себя на поле, как общаться с судьями Потому что многим игрокам недостает немножко вот этого спортивного, что ли, воспитания Не знаю, я думаю, что, безусловно, такие игроки должны присутствовать Ну, я с тобой полностью согласен, преемственность, она должна быть И если мы посмотрим на стартовую расстановку То она такая же, как мы говорили, у молодежной сборной Или, просто говоря, как играет Барс Ну и были опытнейшие футболисты, такие как Максим Ромашенко и Валерий Лихобабенко Это как раз те люди, которые и передают свой опыт Вот играть с такими футболистами, конечно, одно удовольствие И это очень работоспособные, что немаловажно, да, в таком достаточно уже большом возрасте Эти футболисты выглядят, ну, просто-просто прекрасно Уже ходят шутки о том, что Сергей Лихобабенко закончит Ты уже закончишь карьеру, уже все остальные, молодежка закончит карьеру А, Валерий Лихобабенко все-таки будет защищать? Ну, это уходит, мне кажется, уже с десятых годов Ну и все-таки Валерий Лихобабенко все еще, да, еще в сборной Ну, бегает столько и проделывает такой объем работы, что, ну, просто диву даешься Ну, в этой встрече, несмотря на счет 5-0, все-таки Не было Сергея Лихонина Не было Сергея Лихонина И, между прочим, видишь, сборная не пропустила Сборная не пропустила То есть это намек на то, что Павел Гуреев дорос уже до первого вратаря сборной России Нет, я вообще, я намекала не на это, конечно, я намекала на то, что все время Дмитрий Смирнов журит команду, что она не дает Сергея Лихонина отстоять на ноль А тут, видишь, пришел Павел Гуреев и дебют Сразу отстоял на ноль Может быть, все-таки Ну, Сергей Лихонин, это ваш адрес Небольшой камешек туда полетел От нашей прекрасной ведущей Ну, стоит, наверное, задуматься, Лиз, на самом деле Конечно Галдит его нашей сборной Тут стоит задуматься Но Павел Гуреев уже уйдет в сборную Юга Я думаю, что, безусловно, он займет там место основного вратаря Поэтому, может быть, место за Сергеем Лихонином еще останется Ну, безусловно, но Павел Гуреев все ближе и ближе, мне кажется, подбирается в сборную Но действительно, вратарь очень высокого класса Что касается игры, то здесь все-таки, естественно, сборная Запада владела преимуществом И Юго-Запад атаковал, но в основном играл на контратаках И несколько моментов было достаточно опасных Но не смогли их футболисты Юго-Запада реализовать И уже на опыте, что называется Запад сделал свою работу и спокойно довел матч до разгрома 5-0 Какую установку дал тренер? Такая игра все-таки, Юго-Запад все-таки послабее команды Это было очевидно Какую установку дал тренер на такую игру, чтобы они не расслабились? Ну, основная, конечно, установка Это то, что сейчас Дмитрий Смирнов просматривает футболистов Не только как сборную Запад на финал четырех Но и сборную России Ну и каждый все-таки уважающий себя спортмен Он должен хотеть попасть в эту сборную И это некая все равно модель, прообраз И это, наверное, самая главная мотивация для любого футболиста Который сидит в раздевалке сборной Запада Ну и, конечно, очковый задел нам надо было делать Чтобы спокойно два матча, собственно говоря, и проводить уже без всяких проблем Ну вот, подводя итог этих двух матчей Сейчас мы можем наблюдать турнирную таблицу В сборной Запада 12 очков И первое место, ну, конечно, здесь все понятно Это замечательно Сборная Запада уже готовится, основная к финалу четырех Ну и в молодежной сборной здесь второе место Но второе место всего лишь по забитым пропущенным мячам То есть по разнице И, в принципе, все в руках нашей молодежной сборной Запада Ну у них очень-очень серьезная сборная Востока Ну, тем не менее, количество очков одинаковое И все, конечно, решится Будем верить на сборную В оставшихся двух турах, да, очень будем надеяться и верить Ну вот, тем не менее, турнирная таблица, она очень радует глаз Ну вот, обсудили мы сейчас сборную Теперь надо переходить уже к делам клубным Там тоже есть что обсудить Было очень много интересных матчей Ну, наверное, мы начнем с нашего гостя С которым общается сейчас Елизавета Кузенкова Спасибо, Михаил Сегодня в нашей студии Виктор Сыченков, игрок команды CDN В первую очередь хотелось бы поздравить вас с победой над вашей предыдущей командой Спасибо Был ли какой-то особый настрой на эту игру? Конечно, буду Почему? Бывшая команда моя хотелось проявить Ну, прежде всего, хотелось, чтобы моя нынешняя команда Заработала три очка Может быть, хотелось отомстить или показать, что ваша, в первую очередь, ваша заявка была Это ваша инициатива или тренера все-таки? Ну, знаете, ну, в принципе, тренера Почему? Ну, мы узнали, как бы, у нас есть общий чат КПРФ И то, что мы втроем, я, Антон Искусных и Геннадий Ионов, выставлены на трансфер Мы посмеялись втроем, но если Илья Савченко так решил, это его дело И решили перейти в CDN сразу или все-таки CDN к вам вышло? Ну, я, во-первых, с Колей Арифьевым давно знаком, мы вместе играли в мини-футбол в Спартаке Он мне набрал, когда узнал и сказал, ну, не хотел бы я попробовать поиграть в CDN Я говорю, с удовольствием То есть удовлетворенным результатом удалось все-таки отомстить бывшей команде? Ну, я никому не мстил, потому что у меня в той команде остались много хороших товарищей, приятелей Я играл на пользу своей нынешней команды Сейчас CDN на пятом месте, КПРФ на девятом Как думаешь, все-таки чего не хватает КПРФ для того, чтобы быть в первой пятерке? Ну, это пускай Илья Савченко думает, что им не хватает Ты же играл в этой команде, соответственно, ты сейчас посмотрел на игру со стороны В том сезоне я играл за эту команду И у меня были мысли о той команде в том сезоне Что, может быть, с моей точки зрения нам не хватало А сейчас у меня мысли только о CDN, о нашем дальнейшем матче Намного вперед мы не смотрим Мы готовимся к определенному матчу Чтобы, как сказать-то так Чтобы его выиграть Все-таки, скажи вот мне Верно ли утверждение, что КПРФ показывает более командную игру А CDN все-таки команда одного игрока? Ну, я не думаю В футбол один игрок не играет, играет команды Кто-то обороняется, кто-то созидает, кто-то забивает Так что, я думаю, у нас достаточно хорошая коллективная игра Но есть к чему стремиться всегда То есть не боится ваш коллектив того, что такая же будет ситуация, как с Игорем Кружановским и магистралью Что, может быть, Зурап Антия уйдет, и все, и посыпется игра Я не думаю, что Зурап от нас уйдет А вдруг, если ему предложат та же магистраль какую-нибудь Ну, это, конечно же, его дело Я так думаю, он нам скажет Может быть, мы поговорим, все посидим Как бы Зурап для нас ценный очень игрок Конечно бы не хотелось, чтобы он куда-то переходил Но, еще раз повторюсь, футбол это коллективная игра Все-таки две команды мини-футбольные, ЦДН и КПРФ Похожи стили у команд? Не думаю Я думаю, что в ЦДН именно индивидуальные игроки сильнее, чем у КПРФ Ну, по крайней мере, мне так кажется Тогда смотри, такой у тебя вопрос Все-таки у нас будет чемпионат мира и чемпионат Европы в формате 6х6 Как ты думаешь, Дмитрий Смирнов правильно формирует сборную? Ты из мини-футбола, тебе 6х6 довольно-таки близкий, я думаю, формат Ну, знаете, как бы я заканчивал школу ФШМ Играл 10 лет в большой футбол И потом только я перебрался, уже когда мне там стало 19 лет Я перебрался в мини-футбол, да Так что мне близок и мини-футбол, и большой футбол Могу единственное сказать, что из мини Немного легче переходить на игру на больших площадках А наоборот? Наоборот, я думаю, потяжелее Мне так кажется Это лично мое мнение В мини-скорость принятия решения Прямо за долю секунды Должна происходить в большом Все-таки, если команда тебя тем более не прессингует Ты можешь и поднять голову, посмотреть И сделать какое-то правильное решение В мини-футболе же сейчас вот Ну, тенденция идет такая уже лет 10 Что практически постоянно идет прессинг по всему полю И соображать надо, ну, побыстрее В ЛФЛ 8 на 8 такого нету? Ну, я бы не сказал, что там такой жесткий прессинг И все-таки пространство большое Лично для меня это легче Как ты сам считаешь, подходишь ты для сборной 6 на 6? Не знаю, это... Ну, может быть, сейчас Дмитрий Смирнов посмотрит Нашу передачу и скажет А вот я просмотрел где-то этого игрока И позовет тебя на сборы Ну, не знаю Не могу судить со стороны свою игру Как бы Могу, может быть, как-то оценить Хорошо ли я сыграл или плохо Или средний А подхожу ли я для сборной Это виднее тренеру Его взгляды на футбол Как он это видит Ну, к вопросу тогда о тренерах Что Николай Арефьев, что Илья Савченко Такие харизматичные оба тренера С кем тебе все... Два харизматичных тренера А с кем тебе комфортнее было? Или, может быть, сейчас комфортнее? Мне, в принципе, было комфортно со всеми Просто Коля Арефьеву лишний раз Мне не надо что-то объяснять Потому что я понимаю Мы играли вместе даже Ну, вот за ветеранов тоже вместе играем За команду ЦДР И, в принципе, я его понимаю с полуслова Я знаю игру Вот с Антоном мы играем уже очень много лет Лет 15 с Геной Ионовым Я знаю все их действия, что они будут делать Куда мне надо в этот момент бежать? Открываться Надо ли мне обыгрывать или отдавать передачу? То есть более демократичная в ЦДН атмосфера, чем в КПРФ? Ну, да, я так думаю, да Есть ли такое, что Илья Савченко все-таки так Тоталитарно, диктаторские решения принимает? Ну, я, знаете, не знаю Как бы я так с Ильей плотно не общался Какие он решения принимает? У него там есть помощники, которые ему что-то советуют Может быть, он с ними советуется Не могу сказать, сам ли он решения какие-то принимал для команды Либо с кем-то советовался Ну, ЦДН все-таки обладает очень большим набором игроков Впечатляющим набором игроков Почему все-таки такие нестабильные результаты? С Космосом очень упорно, с КПРФ очень упорно Вы знаете, но у нас достаточно молодая команда Ну, неправда Ну, неправда Ну, а сколько у нас среднего возраста? Ну, у вас все довольно-таки взрослые И многие играют уже за ветеранскую команду ЦДН Только я из молодежной команды Ну, у вас в целом не молодая сборная Вратарь, потому что он может без возраста там находиться Правильно, как бы Только я из всей группы футболистов играю за ветеранов Я считаю, у нас достаточно молодая команда Многим нету только 30 То есть это молодые? Ну, достаточно молодые, как бы Ребята, которым есть еще куда совершенствовать Это там не в 34 уже как-то перестраиваться Или что-то, ну, менять в своей игре Которую я привык, которую, ну, там, на протяжении многих лет Я демонстрирую, тяжело Но у вас настоящая текучка все-таки вратарей сейчас И не мешает ли это? Или, может, наоборот Вам удобно постоянно играть с разным вратарем? Ну, у нас достаточно Костяк-то команда стабилизирован Играет, в принципе, все те же люди, которые начинал чемпионат Но бывают травмы, болезни Кто-то там не может по работе приехать Или еще что-то Все же работают Как бы, поэтому глубина состава, я считаю, должна быть всегда Ну, у вас Игорь Оленин, да, начинал в этом сезоне? Ну, я его не застал, но да Наверное, нет В этом сезоне у нас уже Игоря не было Я с ним ни одной игры не сыграл Я очень часто слышу, что Николай Арефьев недоволен Тимуром Гейслером Все-таки это такой подкол или, может, способ мотивации? Ну, не знаю, в каких-то действиях он и мной недоволен Когда какие-то действия, ну, неточные передачи, там, удары мимо Коля, он эмоциональный человек, он весь в игре И как бы после игры у нас никогда не возникало никаких конфликтов Ну, ни с кем у Коли То есть Тимур нормально к этому относится? Ничего такого нету? Нормальный парень с улыбкой, все нормально На последней игре не было никого из руководства? Кто на себя взял лидерские позиции? Кто давал установку? Это администратор наш взял Почему не было Николая Арефьева? Николай приболел, пользуюсь вашей программой Я желаю ему поскорейшего выздоровления, побольше здоровья Чтобы он поскорее возвращался к нам, мы ждем его Поделились ли вы с командой какими-то секретами об игре КПРФ? Нет, мы прежде всего отталкиваемся все время от своей игры Да, там, тренерский штаб нам подмечает Ну, на каких игроков стоит обратить внимание Какая у кого рабочая нога Что он делает в определенных эпизодах матча А так мы все время отталкиваемся от своей игры Что вообще скажешь по игре? Какие впечатления? Что, что, где прибавить, где убавить? Прибавить? Я, извините, перебью вас в центре Зурапантия отыграл практически всю игру С чем это связано? Ну, с тем, что мы чуть-чуть перестроились Играли не в три защитника, как мы обычно это делали А играли в два ярко выраженных защитника Ну, и Зурик, он, в принципе, молодец Он может любую позицию закрыть, наверное, кроме защитника Братаря? Ну, и кроме Братаря, да, как бы И он очень помог в центре, очень продуктивно сыграл И в отборе, и в созидании Я думаю, тренер угадал, как бы, что поставил его в центр Потому что выбор нападающих у нас был А вот в центре кому играть? Проблемы с игроками травмированы? Ну, кто-то травмированный, да, кто-то не смог приехать Но все-таки в итоге все хорошо, замечательно закончилось Очень упорная игра была На последних минут Упорная игра Согласна, согласна Больше нам контролировать мяч Наверное, из-за этого возникают наши проблемы В обороне То, что чуть-чуть садимся назад Очень большое давление на нашу защитную линию происходит Надо давать отдохнуть нашим защитникам тоже Для этого надо контролировать мяч Вот в этом компоненте бы хотелось бы, наверное, прибавить Очень эмоциональная у вас команда Не считаешь, что это мешает? Нет Только помогает? Да, действительно, если ты эмоционально не заряжен на игру Или, ну, я не знаю, как объяснить Фиалик у тебя какой-то Я думаю, что тебе играть не стоит То есть не думайте, что можете как-то судью против себя настроить? Потому что Зураб всегда очень ярок в своих выражениях Это футбол, знаете, я тоже, как бы, бывает Завожусь на суде Но после игры могу извиниться Я могу быть неправ, это игра Все, что происходит на поле, должно оставаться там То есть, а по вратарям нет у тебя предпочтения? К с кем, может быть, удобнее играть? Да Нет Все с вратарями у нас, как бы, пока Спасибо большое, очень было приятно пообщаться А сейчас я передаю слово Михаилу Меркулову и Дмитрию Ершову И они обсудят остальные матчи прошедшего тура Большое спасибо Елизавете Кузенковой за это интервью Но мы будем уже переходить к следующим матчам И, кстати, мне понравилось, Дима, очень интересное выражение Соченкова, это велик Вот так надо будет запомнить его и в дальнейшем употреблять Ну что ж, бывает и такое у футболистов Здравствуйте, во-первых И давайте, наверное, приступим к обсуждению уже непосредственно 21-го тура западной премьер-лиги Магистраль Спарта сейчас на ваших экранах Голы этого матча В этом матче было всего три гола Магистраль повела со счетом на 2-0 Форманов и Коновалов записали голы Особенно стоит отметить первый мяч, когда Исламов подкараулил ошибку Ермакова безобидной ситуации И открыл счет в матче Все мячи были забиты достаточно рано Шургая сумела 35-й уже отыграть Одним гол он тоже подобедал Удар Карташова и загнул пустые ворота Ну и после этого мы голоду, собственно, и не увидели И, наверное, вот это была игра Дальше вялек, если можно так назвать Ну вот у меня другое немножко впечатление сложилось Потому что было много моментов опасных Просто прекрасный матч провел Ярослав Архипов И на самом деле Спарта, ну, скорее, могла проиграть с более крупным счетом Нежели добыть ничью То есть она была ближе именно к более крупному поражению Но, тем не менее, первая победа Магистрали в этом году Давайте посмотрим еще один матч 21-го тура западной премьер-лиги Трансконтейнер, Москва Сейчас на ваших экранах забиты мячи в этой встрече 4-0 в матче вел Трансконтейнер Достаточно уверен, но особенно здесь мне понравился первый гол Крылов, ну, фантастические исполнения штрафных Я не знаю, что там делают на тренировках Что так оттачивают эти удары Ну, ты знаешь, что здесь уже, наверное, и талант какой-то тоже имеет роли Но, действительно, хоть и игра, как ты говоришь И как будет, наверное, через всю нашу передачу проходить Вот такой вяник был на первых минутах Но затем уже под конец тайма Трансконтейнер сумел забить Забил Павел Крылов Поучаствовал он и в следующей атаке Там вмешался рикошет И в итоге автогол был записан Но, в любом случае, Трансконтейнер уже к перерыву вел со счетом 2-0 Ну, а к концу встречи вел 4-0 Еще дважды Куликов на свой счет записал Два забитых мяча, забитых пустых, пустые ворота Такие дежурные два мяча для нападающего Ну, для уверенности вполне пригодятся Ну, и скратили лишь в концовке матча Москва Спиридонов отличился после хорошей комбинации И Звездин подкараулил ошибку Савойскина Ну, и сейчас вратарь мог Трансконтейнер ошибиться 4-2, уверенная победа Трансконтейнера И который все ближе и ближе к Еврокубковой зоне В следующем матче было забито самое большое количество мячей В этом туре аж 7 Футбольный клуб Портер встречался с кеглями И одержал уверенную победу со счетом 5-2 Давайте посмотрим, как развивались здесь события В этой встрече уже в начале, в дебюте Оперенко со штрафного прошил буквально сетку ворот соперника И вывел свою команду вперед, которая лишилась к Женю Дмитрия Копралова Да, кегли вот так вот на самом деле в стартовой расстановке Еще указали в воротах Дмитрия Копралова Но на предматчевой разминке голкипер и бессменный капитан Кегли получил травму И поэтому большая проблема возникла перед тренерским штабом кеглей И решили поставить на ворота Васькова А у Васькова и, наверное, весь матч Вот мы можем сейчас уже говорить, что кеглям не хватало Васькова в нападении Мы видим по этим моментам, по этим голам, что в основном атаковал Портер Кегли же привычно оборонялись Уже к перерыву Счет был 3-1 Дважды Ершов записал на свой счет два забитых мяча Лапидус, также Ершов не забил еще и пенальти Это уже второй пенальти подряд, который футболисты Портера не забивают полевым игрокам В прошлом туре было и Ларафт, и сейчас Кегли Ну и второй тайм не изменил, по сути, расклад сил Также дважды забивал Ершов И один раз сумел лишь отличиться Реба-Кобыленко Ну, здесь очевидные потери в кегле, они, конечно, сказались на результате И, наверное, счет в целом закономерен Ну и Портер необходим Жизненно важна была эта победа Поэтому 5-2, убедительная победа пивных И, наверное, будем двигаться дальше Переходим мы к следующему матчу В котором встречались Атлантис и Космос Как мы уже, в общем-то, привыкли к этому Эти команды всегда нас балуют своими какими-то непредсказуемыми результатами И особой интригой и драматургией своих поединков Ну, любят Космос отбирать очки у Атлантиса И особенно вспоминается Кубок Запада Когда Космические просто вынесли Атлантис И наверняка об этом помнили Тем более, это второй круг И Космические очень хотели взять реванш Примерно похожие по стилю Команды любят играть в атакующий футбол И то, что игра получилась достаточно живой В этом нет ничего удивительного И те любят играть, атаковать и другие Миша, вот я начал замечать все чаще и чаще за Атлантисом То, что старт остается за этой командой То есть, если обычно мы увидели вот тот самый вялик В начале встречи, да, команда могла пропустить спокойно 1-2 мяча И начать уже отыгрываться То сейчас, как мне кажется, Атлантис с первых минут включается Ну вот, и вот этот момент, он тому подтверждение Здесь Корчагин должен был забивать и Широков добивал Все было очень и очень горячо Я с тобой согласен, но дай после этого штрафного Здесь Широков открывает счет Хорошая комбинация была с Ромашенко Ну, Атлантис-то не молодеет, вот в чем дело Если раньше хватало сил, он в конце матча отыгрывается То теперь надо брать пока свеженький, что называется Лучше атаковать сразу и делать результат И тем более, что это Космос Космос, который даже после двух или трех пропущенных мячей Он не остановится, он побежит отыгрываться Так, в общем-то, было и в этой встрече Мы должны сказать, что Космос столкнулся с определенными Потерями кадровыми В том числе, это касалось, в основном, линии обороны Не досчитались тренерские штабы космических Нарамиса Жамшеддинова, Александра Щербакова А вы сами знаете, что это те самые столбы обороны И от них очень многое зависит Не, ну все правильно, Дим, ты говоришь И после матча Вячеслав Юпофанов об этом И обозначил, что тяжело играть без основных сторон защитников Вот так Космос сравнивает счет Здесь забыли одного Хрулева Не похоже, Дим, гол в исполнении Арии Московского Спартаку в дерби Прямо в такой же позиции остался Хрулев один Не хочу я вспоминать тот матч, честно говоря И тот гол тем более Но там дистанция, мне кажется, все-таки была другая И настолько у Арии получился ювелирный удар Ювелирное попадание Поэтому мы просто поблагодарим Хрулева за то, что он, так скажем, нам напомнил Освежил в памяти тот гол И освежим в памяти гол Эрика Корчагина Победный гол, замкнул он передачу Но здесь явно как раз не хватило футболистов обороны Опытных футболистов космическим Потому что буквально просто просквозил этот мяч Непонятно как, такие, конечно, моменты не должны происходить в матче Ну и здесь пенальти Роман Широков сам заработал Сам реализовал и сделал счет 3-1 В концовке не получилось как такового навала У Космоса даже Атлантис был ближе к забитому мячу, нежели космический Ну это опять же-таки мы возвращаемся к сбору команды У Космоса не так много было футболистов На скамейке запасных И поэтому, наверное, сил уже покидали потихонечку И вот мы видим, что в концовке встречи все больше и больше моментов именно у Атланта Ну Атланти сейчас очень хороший сбор Плюс подписали такого замечательного футболиста, как Владимир Корытько Это футболист очень высокого уровня Поигравший в премьер-лиге И прошедший сбор, насколько мне известно, с Минским Динамо То есть он поможет сейчас весне Атлантицу Это просто однозначно Ну и тем более, что все-таки не доставало никогда Атлантицу вот этой мобильности На протяжении всего матча, где-то в середине поля Или же на флаге А Крытько сможет закрыть, наверное, любую позицию в полузащите Ну и надо послушать, о чем говорит Алексей Платухин Он подводит итоги этого матча Добрый вечер, спасибо за поздравления, за победы Ну все у нас игры, в принципе, с космосом складываются тяжело Вот, хорошая команда, молодая И, в принципе, мы настраивались на такую вязку, быструю игру Вот, хорошо, что забили свои моменты, которые были Ну и удалось мало пропустить Поэтому, в принципе, результат он закономерный, но трудовой Абсолютно правильно Алексей Платухин говорит о том, что это именно трудовая победа Потому что, наверное, другой победы у Атлантица, Дим, наверное, не бывают в последние годы Именно трудовые Да, то есть, что называется, на классе, вот так, пешочком Здесь уже Атлантицу тяжело кого-то, кого-либо обыграть Даже космических Но у нас на десерт осталось еще два события Одно, оно футбольное, мы его обязательно обсудим Но сейчас остановимся немножечко на, немножко не травиальном, я не знаю, событии Которые на моей жизни ЛФЛ, на моей памяти впервые Это техническое поражение Альбиону от Элларафта Даже не сам Технарин меня удивил А то, как он был добыт Команда Альбион ушла с поля Дим, на твоей практике, я думаю, что тоже это впервые такое Да, причем иногда команды вроде как подумывали о таком Но никогда не видел, чтобы все-таки осмеливались действительно увести всю команду с поля Но давайте, наверное, потихонечку приближаться к этому моменту И как же матч начинался А нужно сказать, что матч действительно имел начало Но вот, к сожалению, конца у него не случилось К сожалению, да, как написано в обзоре Вот этот подваль на дерби И подвал он провалился И провалился он, к сожалению, не так, как должен был И Элларафта-то ввел с отсчетом 3-1 Где-то, наверное, по делу Ну, наверное, сейчас мы не будем говорить, кто Закономерно, незакономерно, да, выигрывал Тем не менее, игра была достаточно такая живая, боевая И вот эта середина первого тайма Она стала ключевой Сейчас мы вам покажем эпизод с пенальти И, друзья, наверное, сам каждый для себя сделает вывод Была ли рука или не было Но мы не судьи, да, мы не будем говорить И принимать за кого-то решение Мы лишь показываем и рассказываем о том, что было Вот наносит удар Фролов И, собственно говоря, мяч попадает Ну, где находится и игрок Ларафта И игрок Точнее, арбитр матча Все на видео видно После матча в интервью есть Владимира Клюева Которого тоже можно почитать Его мнение Мы хотели пригласить сегодня В эту студию Ивана Ершова Но Иван Любезно сослался на то, что будет ждать решение Все-таки ЛФЛ Дим, что ты ждешь от этого решения? Вообще, размышлял ли ты над этой ситуацией? Да, я, конечно, размышлял И могу сказать, что Альбион не правы Это очень важный матч Матч, в котором нужно было бороться И кусаться до конца Как бы не складывались события И просто-напросто я не вижу никаких больше вариантов У председателя КДК И вообще у комиссии Кроме как назначить за этот матч техническое поражение Ну, я согласен с тобой Что, наверное, технического и штрафа какого-то сложно будет избежать Меня вот интересно Интересует другое Если сейчас признают то, что была рука Это стопроцентный пенальти Вот что тогда, как ты думаешь? Вот в регламенте, да Как вчера говорил Иван Яшов Не указано то, что команда уходит с поля Например, да И, например, чем-то карается Да, но мы с тобой вчера уже обсуждали Давай зрители тоже Эту мысль, да И как раз отвечу в том же ключе Дело в том, что в нашем регламенте есть такой пункт И если что-то, какая-то ситуация не обговорена В дисциплинарном кодексе или же в самом регламенте То мы пользуемся регламентом из большого футбола Из футбола 11 на 11 Ну и понятное дело, что, конечно же, в большом футболе нельзя просто взять и увести команду с поля Ну да, это неординарный случай Ну, Альбион хотел привлечь внимание к какой-то проблеме, да С другой стороны, вот можно понять и Альбион, да По-другому, наверное, как-то было сложно Это эмоции, это в первую очередь эмоции, потому что ты должен забить гол А вместо этого счет остается без изменений У тебя получается минус два игрока на весь матч Мало того, что придется играть в меньшинстве Первые десять минут у Альбиона еще и замены не было То есть я понимаю, вот на уровне психологии, да То есть эмоциональное положение ребят Но вот, к сожалению, мне кажется, что никак здесь, в их сторону ситуация не повернется Поэтому очень интересно будет наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация И какое все-таки решение вынесет КДК Но единственное, Дим, вот я выскажу свое мнение, да Что все-таки хотелось бы и получать ответы и от судейского корпуса, да В лице главного арбитра Западной лиги, это Дмитрия Решова Чтобы понимать о том, почему принимаются те или иные решения В последнее время очень много каких-то моментов, на которые обращают внимание команды Происходят какие-то некие такие скандалы, которые выливаются вот в результате в уход команды И поэтому, чем больше мы будем разговаривать, чем больше нам будут давать пояснения Тем меньше, наверное, будет вопросов в тех или иных ситуациях Да, безусловно, обратная связь, она должна существовать Но, к сожалению, после матча мы не смогли поговорить с главным судей этой встречи Был он тоже на эмоциональном подъеме Много всего нового слышал про себя Ну и, соответственно, наверное, мы эту тему и так уже слишком разжевали Действительно, будем ждать каких-то официальных решений И тогда уже будем знакомить вас с ними Может быть, это и не совсем честно по отношению к этим двум коллективам Которые возглавляют турнирную таблицу Отодвигать их и оставлять их на самый конец передачи Но вот так вот она у нас сложилась И сейчас мы непосредственно хотим уже перейти к самому интересному Что было в 21 туре Это, конечно же, матч Барса Мега Титан И, Дим, можно немножко перефразировать Эту фразу мы оставляем самое вкусное Как десерт Десерт, вишенка на торте Оставляем напоследок, да? Чтобы посмотреть и насладиться вот этими моментами, которые были в матче Ну, я вот лично вишенку-то ем самую первую А потом уже непосредственно торт Ну, так как она выделяется на фоне Вот, но у нас все-таки матч тура, матч очень важный И, конечно же, мы к этому подготовились Серия предматчевых интервью к вашему вниманию Эмоции, это не футбол Это уже игра и волни не должно быть Поэтому именно в тех пропорциях, которые должно быть, оно присутствует, это нормально А матч действительно очень важен Какие слова звучали в раздевалке? Может быть, какие-то вот пару секретов откроете? Ну, каких-то особых, да? Ну, перед таким матчем слов не нужно, да? И сами ребята прекрасно понимают и важность этого матча А тренер просто какие-то акценты расставил Потому что соскочились по футболу, соскочились по серьезным играм А это как не, ну, если уж эту игру не называть серьезной То о каких-то матчах говорить Вы провели, успели уже провести два матча против Олимпии Достаточно ли этого для того, чтобы войти в тонус, так скажем, вкатиться уже? Ну, я бы сказал, что три матча Потому что большая часть игроков Барса была представлена и вчера в матче за сборной И очень важны эти матчи Именно потому что очень большой был перерыв И они огромно сыграли роль положительную Именно возможность вкатиться в возобновление сезона Я надеюсь, что, как бы, этих матчей достаточно Еще бы один не помешал бы, но что есть, то есть Да, вчера, кстати, ворота сборной защищал Павел Гуреев Потрунивали над ним, может быть, подшучивали какие-то Не, у нас, Паша, отличное отношение уже стало в составе Барса с чемпионом России Поэтому замечательно, какие-то шутки были, как без этого невозможно Но всех секретов раскрывать не буду Ну, если Артем Смирнов говорил достаточно стандартные фразы перед матчем Чтобы не сглазить, что называется, перед игрой То вот следующий человек, который говорил перед матчем Сказал, угадал результат этого матча Давайте послушаем, что же было в интервью, в предматчевом Ну и сейчас будет матч, матч, можно сказать, весны, да Очень важный, в нем встречаются мегатитаны Барса Это ваши прямые конкуренты, в общем-то, команды, с которыми вы постоянно боретесь за высокие места Может быть, дашь какой-то прогноз или же за кого будешь болеть? Да, действительно интересный матч Команды занимают верхние строчки таблицы Посмотрим, я думаю, с ребятами останемся этот матч Интересно, как после паузы команды подготовились, сохранили форму Ну и будем болеть за ничью Вот как в воду глядел Алексей Платухин Может быть, он и накаркал, может быть, эту самую ничью Которую, ну, наверное, Дима, все-таки закономерно Я... Я хотел, как раз перефразировать немножко, как в воду глядел, как в турнирную таблицу глядел И как раз спрогнозировал тот результат, который нужен ему и его команде Ну, наверное, были недовольники, не другие Те рассчитывали на победу Но вот мне, как изнутри, Дима, вот я скажу Мне кажется, что команда наиграли на эту ничью И она справедлива Вот со стороны, как это было? Да, мне довелось комментировать этот матч И могу сказать, что действительно игра была в большей степени равна Это как раз хорошо подчеркивает та нарезка, которую мы представляем вашему вниманию Действительно, игра получилась в большей степени равна Пару слов по стартовым составам Мы приветствуем вновь появление Артема Клюева Тем более, что он с капитанской повязкой появился на этом матче Ну и также отмечаем потерю в составе ФК Барса Это травма Сергея Алборова Ну и в связи с чем тебе, Миша, немножечко пришлось сменить свое амплуа Попытались мы с Павлом Ботовым заменить Сергея Алборова Но вот вышло так, как вышло В самом дебюте, можно сказать, первые 10 минутки Барс сумел открыть счет Сделал это Валерий Лихобабенко после отличного прорыва Владимира Егорова Очень сложно для Барсов даются мячи именно Павлу Гурееву Вот такое ощущение Ну не только для Барса, я могу сказать Ну как-то вот сколько бьем-бьем Но Гуреев для нас какая-то стена Это еще по тройке регион Вспоминается И вот не прошло и несколько минут, как назначается пенальти и желтая карточка Сергею Александру Куксову Ну и что делает здесь Кутузов Посмотрите, давайте посмотрим за этим пенальти Пенальти, да, попал Куксов, Кутузов Здесь вопросов нету Но как исполнил игрок молодежи в сбор завода Это фантастика Давайте посмотрим Ну это первое Это вообще, это было круто Это было здорово Это было круто, но я тебе могу сказать Некий инсайт Что тренерский штаб Не так уж и доволен Было действием футболиста Что нужно было уверенно Бить совершенно точно в нижний угол И не оставлять никаких шансов Ну не факт, что в ближний угол бы и выручил, забил бы Кутузов Не факт Потому что Легонин-то хорошо выполняет пенальти Но на самом-то деле здесь Кутузов показал просто железные нервы По-другому, наверное, не сказать Боевая была ничья по первому тайму И, наверное, по несколько моментов они имели Но во втором тайме, мне показалось, что Барс чуть-чуть перехватил инициативу Это странно, Дим, как это смотрелось? Так ли это? Вот это очень интересный момент Потому что я уверен на тренерский штаб Что одной команде, что другой считает Это совершенно в противоположном направлении думает Но что я могу сказать Игра действительно была равная Да, то у одной команды, то у другой Команды были такие просветы И прижимала она соперника к воротам Но вот у кого было больше времени Я, наверное, не знаю И вот в концовке Мега-Титан все-таки забивает Как казалось бы чистый гол Но все-таки Василий Лазицкий здесь отменяет гол И самое что интересное Да, был разыгран мяч И Барс уходил в контратаку И почему-то Лазицкий не дает ввести Вот, очень удивительно Ну, на самом деле, таких моментов в спорных Будет очень много С одной, так и с другой стороны Здесь очень было много людей Которые недовольны осталось работой рефери Это со стороны и Барса Это и со стороны Мега-Титана Был очень бесновал Владимир Коротков Можно понять Вот-то пенальти, Дим Все-таки, да, со стороны смотрел Если на твой взгляд было, не было Пенальти? В смысле, забитый гол? Забитый гол, да, отмена Конечно Ну, сложно сказать Во-первых, это было далеко от комендаторской позиции То есть мы находились как раз ближе к другим воротам Но вот камера дает какое-то понимание Этого момента, хотя, опять же таки Как в большом футболе смотрим По 15 повторов и не можем прийти к какому-то определенному мнению Вот так же и здесь Ну, на мой взгляд, момент спорный Очень спорный И действительно здесь есть какие-то, наверное, поводы Для того, чтобы Владимир Коротков негодовал Ну, я предлагаю еще раз посмотреть этот момент И понять Был ли там какое-то нарушение правил И верно ли свистнул Василий Лазильский? Ну, Дим, ты знаешь, лично по моим ощущениям Я, ну, игра как в тумане вот у меня была Да, то есть я не могу четкого, сформировать четкого мнения Но мне показалось, что я не понял, почему свистнул, честно говоря, Лазильский То есть контакт какой-то был, но мне кажется, это по инерции Когда где-то кто-то микроскопическое касание игрока в штрафной Последние минуты, один-один, такой матч Наверное, здесь Лазильский перестраховался Да, ну и потом мы все знаем, как, в общем-то Каково отношение к вратарям со стороны арбитров То есть если во вратарской, вратарь должен быть Неприкасаемый Неприкасаемый, да И, видимо, вот здесь он как раз увидел какую-то неравную борьбу с полевым игроком Опять же-таки, было бы неплохо услышать какие-то комментарии Ну, согласен, но даже вот если отменяет гол То и желтую карточку не показывается То ввод быстрый ввод мяча почему-то он не дается игрокам Барса Это тоже непонятно Либо тогда показывают желтую Либо засчитывать надо гол Либо надо давать желтую и вводить по свиску Либо разыграть и пойти И почему-то Лазильский этого не сделал И трактовка была тоже для меня лично не во всех эпизодах она понятная Но в целом, Дим, вот я скажу свои ощущения Вот то, что испытал я в этом матче Я давно такого не испытывал удовольствия Не напряжения, а именно удовольствия Я вот честно недавно не получал И хорошо, что эта игра не завершилась ни там чьей-то крупной победой, поражением Или там 5-5-6-6 А именно 1-1 Это такой чисто футбольный счет Когда игра была равна И играли две классные команды Я получал истинное удовольствие От происходящего на поле От этих эмоций От всего И за долгое время Наверное, этот матч для меня будет стать особняком Это вот я изнутри могу сказать Что происходило Что чувствовал ты, находясь в комментаторской кабине Ведь вы тоже жили этой игрой Да, безусловно, очень захватывающая игра Действительно, с первых минут ее до конца матча она не отпускала Мы постарались даже в те моменты, когда команды брали какие-то мини-паузы, передышки Давать какую-то информацию И я надеюсь, что зрителям вместе с нами было очень интересно спорить эти матчи Ну, итоговый результат 1-1 Эмоций было много Болельщики были в восторге Но результат Для одной и для другой команды Он, скорее, не удовлетворительный Если брать в целом И он на руку в КСП Который встречается в следующем матче с Мега Титаном Но мы этот матч еще проанонсируем Ну, давай, Дим, наверное, у нас осталось Послушаем героев Безусловно Этого матча Игорь Драгунов и Станислав Ефимов Они поделились своими мыслями после матча Игрой команды сегодня довольны Мы, в целом, владели преимуществом по ходу всей игры После забитого гола, наверное, немного не хватило концентрации И сразу же пропустили Этого, конечно, нельзя было допускать Как-то так И вообще, Станислав, не ожидали Честно, мы вас увидите уже после зимнего перерыва Говорили, что у вас Возможно, вы уже не будете выступать Но в любом случае мы рады Рады, что все-таки продолжаете здесь Выступать у нас на Западе Почему не получилось? Да, спасибо большое Что вы рады У меня там не сложились отношения с руководителями И поэтому пока до лета я любительский футболь То есть в любом случае в этом сезоне вы еще будете помогать Барс? Да, сейчас я полностью сконцентрирован на игре за Барс И сегодня пока На данный момент очень расстроен Тем, что мы сегодня не выиграли Не смогли победить Ну что ж, еще достаточно много матчей впереди Да еще и встреча с ФКСП Я думаю, это также будет очень важно Да, конечно, с ФКСП будет и важная игра, и принципиальная Мы в первом круге не смогли их переиграть Поэтому 12-й вдвойне принципиально выиграть Если мы хотим бороться за чемпионство Ну что ж, не буду вас больше задерживать Спасибо за игру сегодня Спасибо большое Станислав Ефимов был рядом со мной Ну а вот сейчас попрошу игрока теперь Мега Титана Игорь Драгунов Рядом со мной Игорь, довольно такая хорошая, результативная Ну по счету не получилось, но по моментам Очень сильная результативная встреча Как вы ее оцените и довольны ли результатом? Ну результатом, наверное, не очень довольны Ну в принципе, ничья между такими соперниками Неплохой результат, но я думаю, и мы, и Барс играли на победу Где-то чуть-чуть не хватило Где-то, может, судья тормозил игру своими свистками Не давал до конца бороться А так, ну игра была остро атакующая Я думаю, и с той, и с другой стороны Может где-то мы чуть-чуть от оборонки получилось Играли моментами, но так Ничья, закономерный результат по игре В зимний перерыв вы к Мега Титану присоединились Как вам вообще команда, как партнеры? Да все отлично Сразу заявили на зимний кубок Как бы влился в коллектив Со всеми вроде нашли общий язык Буду потихоньку осваиваться И, ну, играть, стараться Ну, приносить пользу команде Ну что ж, и Мега Титан Хорошо выступил и в кубке ЛФЛ Ну, и в чемпионате Также, вроде, набираете хороший ход Какие цели дальше в чемпионате ставить? Бороться за чемпионство, естественно Какие могут быть цели И все, побеждать в каждой игре Тем более сейчас все игры С соперниками, которые идут вверху Ну, хочется Говорить о матче Барс-Мега Титан Много-много-много Но, к сожалению, время передачи Тоже у нас подходит к концу И сейчас давайте обратимся На экраны И посмотрим результаты Всего 21-го тура Западной премьер-лиги Вот такими они получились Дальше у нас идет Турнирная таблица Здесь Барс занимает Первую строчку Но у команды Дмитрия Смирнова На три игры больше, чем у ФКСП Идущим вторым Ну и третий замыкает тройку Мега Титан 47 очков Да, также есть некоторые перестановки Внизу турнирные таблицы И Ларафта, одержав вот эту техническую победу Все-таки покинула зону вылета И теперь туда отпустилась На 15-ю позицию Олимпия Ну, сумасшедшая у нас будет Игра за выживание Это можно Игр на выживание Есть такой фильм Какие-то соревнования были на ТВ Такие жесткие Которые привлекают очень много внимания Зрительского интереса И я думаю, что у нас будет именно такая концовка Символическая сборная 21-го тура По нашей версии выглядит именно таким образом Павел Гуреев в воротах Мы, честно говоря, думали, что можно И Сергея Лихонина Также в символическую сборную Поставить Но, к сожалению, два воротаря туда никак не вместить Павел Гуреев Один, анонсирую Дал нам большое обстоятельное интервью Перед уходом в тройку регион Обязательно его почитайте Слева в защите еще один Павел Павел Крылоп Ну, человек Сразу раз Из тура в тур Делает результат для команды И при этом Трансконтейнер мало пропускает Два защитника еще у нас осталось Это Александр Куксов-Барс Который очень хорошо Противостоял Сергею Кутузову И не дал тому забить с игры Ну, и Сергей Терентьев Та же мегатитан Так как, по сути, Барс не смог Забить больше одного мяча Поэтому тоже выполнил свою работу На отлично Ну, вот Приблизительная схема Поэтому и Куксов, и Терентьев Ну, просто как защитников мы ставим А там уже где не по позициям Центральная зона у нас Целиком и полностью отдана Антону Искусных И Роману Широкову Эти два футболиста принесли Победа для своих команд Ну, и на острие Ну, Дима Искусных еще забил Своей бывшей команде Что очень-очень важно И вывел его, собственно говоря В символическую сборную тура На острие, ты правильно говоришь Это Ислам Фарманов Который потихонечку заменяет Игоря Крыжановского И забивает в каждом матче Да, ну и Центр-форвард Это Александр Ершов Который в этом туре Оформил покер Не кому-нибудь, а неуступчивым кеглям В таблице бомбардиров Изменения у нас небольшие Сергей Кутузов Догнал Сергея Фаустова И теперь у обоих По 25 забитых мячей Ну и Календарь На эти выходные Здесь очередное Можно сказать Супер-дерби Супер-матч Мега-титан ФКСП Но для Мега-титана Сейчас вообще идет Черда тяжелейших матчей Да, вот такой вот Сложный календарь Но на самом деле У Барса тоже будет Сложный календарь Только он просто Через какое-то время пойдет И уже в мае и в июне Вот тогда у вас тоже будет Пара Тяжелых матчей Ну а сейчас Наверное нам стоит сказать Что мы Предоставим вашему вниманию В субботу В 17.50 Этот матч Вашему вниманию И соответственно Вместе с нами Вы сможете его посмотреть Ну Так как вы видите календарь То Дорогие друзья Можете сами Посмотреть Какие вам матчи Еще интересны И прийти на Сетунь парк И конечно же Поболеть Это все О чем мы хотели Рассказать вам Дорогие друзья О 21-ом туре Западной Премьер-лиги Сегодня Для вас Передачу Вели Михаил Меркулов Дмитрий Ершов Езета Кузенкова И наш гость Виктор Сыченков Мы прощаемся С вами ровно На одну неделю И до свидания Играйте футбол До свидания Увидимся на туре Не ждите меня на работе Работы такой халтуры Меня не ищите на пляже В объятиях В лодиночке даже Я буду сегодня на туре В натуре В натуре В натуре В натуре На туре На туре На туре Я буду сегодня на туре В натуре В натуре В натуре Смотрите все это В натуре Я буду весь день На футболе На лавке И даже на поле И в ливень И в снежную бурю Вообще Погоду любую Меня вы отыщите тут же Гоняющий круглый полуше На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все на туре